Статья 294, часть 1 нашего виновного кодекса. По факту что делал? По факту ничего. Ходил, да и все. Ходил, смотрел, наблюдал. Почему в течение месяца тебя не выпускали, что говорили? А чрезвычайно опасен ты говоришь? Я не знаю. Честно скажу, не знаю. Стоит обратиться, наверное, к представителям суда и СИЗО. На каких условиях себя выпустили и дальнейшая судьба? Ну, сказали, что выпустили под залог. Ну и какие там условия, как обращались, расскажи. Не знаю, как со всеми остальными со мной обращались очень хорошо. Попал замечательный, можно сказать, коллектив. Ну и что бы сказал всем, кто продолжает отстаиваться на наши дни? Главное бороться и не сдаваться. Все, спасибо большое. Что там написано про Штайна? Статью и просто на что-то нам не замечать. Извильненный по определению Киевского районного суда города Харькова 10.04.14. Руководство, руководство статьями 177, 178, 80, 390, 390, 490, 690, 790, 206, 211, 309, 372, 395 УПК Украины. Освободить из Харьковского района СССР по оплате за налога. Ну и до места жительства, прям угодно. Володя, сколько залог составило? 97 440 гривен. А кто дома ждет? Родители, мама, папа. Они уже в курсе? Да, только что сообщил. Родители, мама, папа. Расскажи, как было задержание? Да, задержание было интересно. Вот расскажи, как было задержание, чтобы люди, потому что многие, чтобы вы там были вооруженные, многие говорили, чтобы вы там были экипированные, пополненные, понимаешь? Задержание было где-то около 7 утра, там пол седьмого, без 20. Набежало много людей в масках с автоматами, по-украински крикнули про чуя спецназ. Оказывать сопротивление не имело смысла никому. Как говорят, что оказывали сопротивление. Положили нас, да и все. Не говорили, что у вас было оружие? Никакого оружия не было. У вас был автомат? Не было.